Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Жой Вопрос и с нами в кадре Виталий, Виталий Погарцев, мужская оберлога. Привет, ребята! Всем привет! Мы с ним частенько видимся на выставке, но так ни разу и не удавалось пообщаться, и вот хотелось бы задать ему несколько неживых вопросов. Ну, самый главный вопрос, это Виталий здесь с первого дня выставки, хотелось бы узнать... Как твоё здоровье? Ну, и это в том числе, но всех нас интересует, как впечатление о выставке. Слушай, как всегда, хорошо на самом деле, и народу много, много народу было в четверг, много народу было в субботу, ну, то есть вчера очень, сейчас вот воскресенье, в воскресенье обычно уже там половина стендов закрываться начинает, но вот сейчас, как бы 12-й час, в принципе, народу тоже достаточно много ходит, поэтому клинок, как всегда, великолепен. Ну, что тут скажешь, клинок хороший, люди есть, производители довольны, продажи идут, в общем, всё отлично. Да, трудно не согласиться. Я тут видел одну очень интересную инициативу от мужской берлоги, это помощь мастерам российским, которые сейчас попали в очень сложное положение. Да, есть такое. Можно рассказать об этом немного подробнее? Ну, смотри, в общем, у нас какая идея, то есть мы понимаем, что есть очень много производителей, которые делают классные ножи, в том числе, да, то есть понятно, что не все делают супер ножи, но тем не менее, но про них мало кто знает, вот прямо единицы, и нам кажется, это несправедливо, и вот в сегодняшней ситуации нужно как-то попытаться поддержать мастеров. К сожалению, не все могут приезжать на тот же самый клинок, потому что, ну, во-первых, ограниченное количество мест, вот здесь даже сегодня на клинке 250 участников, вот, плюс всё равно это какие-то деньги, плюс нужно приехать в Москву, то есть, ну, есть сложности. Мы решили сделать так, что любой, кто хочет каким-то образом прорекламироваться, чтобы о нём узнали, он присылает заявки нам на электронный адрес, присылает какой-то нож, и мы снимаем обзор про этот нож, может быть тест, может быть что-то ещё, но там, что мне уже в голову взбредёт, и вот через этот нож рассказываем про этого мастера, про эту мастерскую, ну, соответственно, таким образом, про человека как-то узнают, и надеемся, что сможем поддержать. Это действительно весомая помощь для тех мастеров, которым сейчас сложно. Да, причём надо понимать, мы всем говорим, что мы коммерческая организация, да, и понятно, что у нас каких-то денег стоят, там, обзоры, тесты и всё остальное, но вот это абсолютно бесплатная история, то есть это именно наша инициатива, чтобы поддержать производителей. А что касаемо, допустим, компаний-производителей? Касаемо компаний, ты знаешь, здесь такой интересный, на самом деле, вопрос, потому что мне звонят, в том числе, крупные компании, такие, Виталий, ну чё там, халява, давай. Я говорю, слушайте, пацаны, ну мне как бы не сложно, конечно, но вам самим не стрёмно. Ну, идея же, чтобы поддержать вот неизвестных наших делов. А когда там какая-нибудь крупная компания, такие, о, на халяву сейчас про нас снимут, ну, как бы, ребята, ну это некрасиво, ну, камон, вы крупной компанией, вы зарабатываете деньги, ну что вы, давайте мы всё-таки поможем молодым мастерам продвинуться. Да, полностью согласен, тем более в России у нас много талантливых мастеров, которые, может быть, не совсем известны, но делают потрясающие вещи. Да, да, абсолютно. Вообще, хотел бы спросить, а в Екатеринбург собираетесь? Так мы сами из Екатеринбурга. То есть мужскую берлогу обязательно может быть там стоять. Сами из Екатеринбурга, да, поэтому, естественно, конечно же, мы будем освещать традиционно клинок. Чего тут ходят случаи, что я вроде ведущим в этом клинке буду, я не знаю, но мне об этом какие-то люди подходят, говорят, я удивлён. Но, может быть, Миша всё-таки вот так решил. А давайте мы в комментариях выразим своё мнение. Я бы не отказался. Я боюсь на себя брать лишнюю ответственность, конечно. Могу сказать, что действительно большая ответственность, но, тем не менее, такой опытный блогер действительно наверняка справится с этим. Ну, там мы же языком деньги зарабатываем. Вообще, меня очень интересует вопрос того, что вы вроде как хотите или начали уже разрабатывать дизайн своих ножей. Нет, тут не совсем так. Мы строим мастерскую. И мы строим мастерскую, то есть идея именно в том, чтобы показать на своём опыте, как это всё непросто. Чтобы человек, который задумался о том, чтобы делать ножи, он мог включить наш сериал, который мы будем снимать на протяжении всего года, и посмотреть на все наши косяки, все наши ошибки, сколько мы там бабла на всё это убьём и всё остальное. И для себя принять решение, хочет ли он этим заниматься. Если да, у него будет вот такая вот шпаргалка, по которой он может всё делать, с учётом наших ошибок. А касаемо ножей, которые мы будем делать, у меня есть определённые идеи, но о них говорить пока рано. Вот так, вот так. Интрига, значит, от Виталия. Ну, проект на год рассчитан, поэтому... На год. Тогда сделаем так. Я оставлю ссылку в комментариях, и люди обязательно смогут увидеть проект вживую. Да, пожалуйста. А может быть, кто-то из них станет нажиманом и обратится за помощью. Да, пожалуйста, без проблем. У нас прям есть пейлист, на же дело называется, и там вот все серии проекта. На сегодняшний день их, по-моему, 6 выпущены. Будем смотреть. Мне, кстати, и самому тоже интересно, потому что видел что-то где-то краем глаза, на всё не хватает времени. Пока YouTube не заблокировали, кстати, а помимо YouTube у вас что-нибудь есть? Слушай, ну, у нас, да, у нас есть, естественно, и контакты, и телеграм, и ныне запрещенная инста, да, в общем, и всё остальное. Но мы в любом случае на YouTube, ребят. Наша площадка – это YouTube, и что бы с ним ни случилось, все уже знают, что такое VPN, умеют им пользоваться, поэтому мы продолжаем выходить на YouTube при любом раскладе. И, ну, люди привыкли смотреть YouTube уже, и многие, в принципе, смотрят YouTube как телевизор, да, вместо телевизора. Поэтому я уверен, что YouTube всё равно будут пользоваться, будут смотреть, и Берлога никуда не денется. А вот что... Как то звучало это? Хороший тост. Да. Выпьем же за это. С Виталием грех не выпить, да? Не-не-не, хватит. Хватит, хорош. Что на выставке больше всего понравилось, какие самые интересные стенды? Мне понравился LXP Knife. Они второй раз на клинке. Ну вот, но они были год назад, сейчас приехали, они уже довели до ума свои ножи, в общем, прокачали их. Это высокотехнологичные работы, я очень люблю вот такие вот вещи, где действительно сложности какие-то присутствуют. То есть это прям технология. И плюс они сделали очень крутые точилки. Сейчас, ну, нечто напоминающее кадет от профиля, но всё-таки там тоже своё видение. Вот, они мне очень понравились. И студия Курант. Вот, студия Курант, вчера мы с ней познакомились, они первый раз на клинке. Тоже достаточно интересные такие тактические ножи, рекомендую обратить внимание. Ну, а так, в принципе, просто остальных мы уже знаем, уже много видели, поэтому типа приелись, да, ну, в хорошем смысле слова. А у каких-то новичков, которых либо ты видишь первый раз, либо там второй, ты их, естественно, выделяешь, потому что, ну, есть какие-то особенности. А вот такой вот вопрос, а как мужская берлога выбирает, на какие стенды обратить внимание? Чисто интуитивно. Ну, вот, например, бывает такое, что вот если пройти по краю выставки, например, по самым крайним стендам, есть очень много сценов, вроде непримечательных, но у которых есть настоящие алмазы, можно сказать. Да, согласен с тобой, и это наш косяк, мы не всегда их освещаем, это честно, это правда. Слушайте, знаешь, как это вообще обычно происходит? То есть у нас плюс-минус каждый клинок снимается примерно в одном формате, то есть мы всегда выпускаем ролики день в день, когда мы находимся на клинке, то есть мы сняли, тут же смонтировали, в этот же день выпустили, чтобы со зрителем интерактив это постоянно поддерживать. И снимаем, мы обычно, то есть вот ты зашел и идешь по стендам, с которыми ты хорошо знаком, там у тебя легко общение, то есть ты, ну, это просто, ты не подходишь, там, ой, там, здравствуйте, а можно вас поснимать. Здесь нет, ты вот спокойно пошел, все, и понеслась. Поэтому обычно мы снимаем, да, плюс-минус одни и те же стенды на самом деле, и это не очень хорошо. Но мы ввели новые рубрики, такие как новички выставки клинок, то есть мы второй клинок подряд снимаем именно тех, кто первый раз участвует на клинке. Ну вот, мы прям берем у дирекции список тех, кто первый раз участвует на выставке, заявился, и идем их снимаем, чтобы, опять же, как-то, ну, поддерживать производителей. А все остальное это интуитивно. Вот пришла в голову какая-то идея тому, давайте, например, там, поснимаем про стали, да, сейчас проблема у всех на слуху, там, что будет, будет ли Беллеровские стали, будут ли Крузебловские стали и так далее. Соответственно, вон Дэрен стоит, пожалуйста, ты пришел и про кузаки с ними пообщался, они какую-то информацию дали. Вот, то есть, ну, интуитивно абсолютно. Но, в принципе, у нас есть несколько форматов, то есть это первый день – это открытие выставки, соответственно, приглашение людей на выставку. Второй день – это обзор новинок от популярных брендов каких-то. Ну, вот, третий день – это новички выставки клинок, ну, и вот сегодня у нас четвертый день, сегодня мы выпустим зарубу, которая была вчера у нас. Такой вот вопрос, тут люди сейчас, наверное, смотрят в кадре и видят у Виталя очень крутую футболку. Где взять мерч? Слушай, с мерчем все очень плохо, его практически нет на самом деле. На клинке мы иногда там что-то привозим, но немножко. Потому что очень дорого на самом деле, то есть очень дорого. Вот себестоимость этой футболки – пятерка, ну, это дохера. То есть это реально очень дорого, да, и это себестоимость. А если мы там, допустим, ну, вложили, сделали там их там 50 штук, естественно, мы деньги заморозили, хотелось бы это что-то еще как-то заработать. Но даже если ты ее продаешь, блин, за пять это все равно очень дорого. Да, конечно. Поэтому мы с мерчем как-то так очень аккуратно связываемся. Угу, ясно. Давайте, наверное, напишем в комментариях, хотелось бы или нет. Ну, вообще, по мерчу вон, Седово обычно все мучают, он обещает, что там всем будет что-то рассылать, но ничего не рассылает. Вот так вот. Приехали. Да. А с вами главный кидал Ютуба. Да, да, да. А, Александр Седой. Ну, ладно, все-таки есть один серьезный вопрос по поводу той ситуации, которая сейчас творится в стране по цене сталей, расходников, отсутствие импортных сталей. Что может сказать про это столь известный блогер? Так, а что, жопа? Да нет, на самом деле все, на мой взгляд, не так печально. То есть, понятно, да, сейчас цены у всех выросли, это естественно. Стали, ну, то, что они подорожали, это как бы полбеды, ее тупо нет. Стали просто сейчас нету. Нету CPM, нету бюлеровских сталей, да, то есть, ну, вон, Деррен стоит, они пустые, у них там D2 какая-то и все. Вот, надо подождать. Я думаю, что там, на 2-3 месяца запасов хватит у многих производителей, не у всех, но у многих. Вот, а за это время, я думаю, что уже что-то устаканится. Заводы готовы работать с Россией, и Крузебалл завод, и Бюля Рудехольм, в общем, все готовы. Под санкции это не попадает, это вообще инструментальные стали, поэтому все окей. Но пока не отгружают, потому что, ну, типа не по понятию. Ну, они же торгуются все на фондовом рынке, соответственно, ты в России что-то отгрузил, у тебя акции могут рухнуть. Ну, в общем, вот такая сложная история. Вот, а касаемо ножевого рынка в целом, да, ну, перейдем на хашки все. Что, первый раз, что ли, откатимся там лет на 10 назад? Ну, среди российских стали тоже очень много неплохих вариантов, весьма достойных. Я думаю, какие-то альтернативы явно рано или поздно найдутся. Ну, а что, тут Х-12 есть, никуда не делать. Сейчас, я считаю, вообще наступает время кузнец различных, там, вон, Васильев, Герасимов, там, и так далее. Ну, а что, они вот металл куют, пожалуйста, выйти хоть металл будет. Да, согласен, согласен. Пожелайте что-нибудь нашим подписчикам. Так что, ребят, держитесь в эти непростые времена, ну, что тут еще добавить? Хочется, наверное, как-то поюморить, но сейчас всем непросто, нужно просто немножко продержаться, нужно потерпеть. Хотя, блядь, я понимаю, что всем надоело постоянно терпеть, мы терпим, по-моему, вообще постоянно. Но сейчас снова надо это сделать. Хороших ножей вам, я желаю вам, в первую очередь, сейчас, если вы хотели какой-то нож, там, искать порошка, сейчас его купить, потому что скоро их не будет. Это факт. Поэтому, вот, подумайте об этом. Кстати, действительно подтвержу это, потому что много стендов обошел, и все производители говорят, если покупать что-то из импортных сталей и материалов, то брать лучше именно сейчас. Потому что потом будет дорого, а то и вовсе недоступно. Ну, а с вами был канал «Ножевый вопрос» и «Ножевая берлога» в кадре «Ножевого вопроса». Пока, ребят. Всем пока, друзья.